Прошлое оставило нам гигантские загадки. И это подразумевается вполне буквально. В далеком прошлом наши предки создавали колоссальные монументальные сооружения, которые неизбежно вызывают вопрос. Как это вообще было возможно? Как людям тысячи лет назад удавалось высекать из земли таких каменных гигантов, от которых даже наша самая современная строительная машина пришли бы в отчаяние? Может ли быть так, что народы древности обладали чем-то большим, чем простые средства и инструменты, которые им принято приписывать? Некоторые альтернативные умы идут с этими вопросами еще дальше. Возможно, это не люди строили пирамиды и тому подобное. Неважно, куда мы направим свой исторический взгляд. Кажется, что практически каждый уголок этого мира украшен архитектурными гигантами, которые оставляют у нас смесь неверия и восхищения. А древний объект в Турции, который всегда был омрачен огромными вопросительными знаками, доказывает, что древняя склонность к мегаломании началась не с эпохи древних египтян. Расположенные в юго-восточной Анатолии, корни Гёбе-Клитепе уходят как минимум на 11 600 лет назад. И здесь дремлют массивные Т-образные столбы весом от 8 до 10 тонн. В природе вещей заложено, что для обработки и размещения этих массивных грузов требовалась высокая степень знаний и координации. И все же взгляд за археологический горизонт показывает, что всегда можно достичь еще большего. Соответственно, в последующие тысячелетия были построены гораздо более внушительные сооружения, почти превратившие постройки Гёбе-Клитепе в тщедушные кирпичики лего. Греки, римляне майя и инки оставили нам молчаливых свидетелей времени, от которых и сегодня захватывает дух. Но когда речь заходит о загадке древних гигантских сооружений, древние египтяне, пожалуй, являются ярким примером пар-экселленс. И речь идет не только о знаменитых пирамидах Гизы. Нет, статуи, храмы и обелиски также оставляют многих современных исследователей в недоумении. Недоумение это связано в первую очередь с тем, что жители фараоновской империи не вели исчерпывающих записей о своих строительных технологиях. Что кажется тем более загадочным, если вспомнить, что в остальном они записывали для потомков практически все. В отсутствие веских археологических доказательств экспертам не остается ничего другого, как углубиться в область теории. Так как же египтяне могли перемещать каменные глыбы весом в тонны, и как они потом нагромождали их, создавая архитектурные шедевры? По общему мнению исследователей, отцы пирамид использовали лодки для перемещения экстремальных грузов из пункта А в пункт Б. Если говорить о транспортировке по суше, то, как говорят, они использовали большие деревянные сани, которые перемещались с помощью сотен или даже тысяч рабочих. На самом же древнем строительном объекте использовались сложные системы пандусов, которые позволяли маневрировать отдельными компонентами вверх и собирать их с непревзойденной точностью, чтобы сформировать монументальную конструкцию. В теории эти объяснения звучат вполне убедительно. Но на практике большинство древнеегипетских строительных методов и инструментов исчезли в небытие. Но не стоит забывать об одном. Римским колоссальным сооружениям ни в коем случае не нужно было прятаться от своих древнеегипетских собратьев. На самом деле римляне использовали на своих стройках одни из самых больших известных каменных блоков и добавили ряд манящих записей в список археологических загадок. Как римляне планировали перемещать этот тысячетонный объект? Ты должен подумать об этом. Изготовленный в каменоломне Бальбека на территории современного Ливана так называемый камень беременной женщины имеет более 20 метров в длину, около 5 метров в ширину, более 4 метров в высоту и весит в нижней границе эквивалента почти 170 африканских слонов. Учитывая эти экстремальные размеры, тем более поразительно следующее. Два других монолита, найденных на том же месте, еще массивнее. В деталях вес безымянных камней оценивается в 1240 и 1650 тонн соответственно. И они воплощают собой ничто иное, как одни из самых больших рукотворных камней всех времен. Но зачем и главное, как римляне хотели транспортировать этих монстров из каменоломни? И для какого древнего строительного проекта требовались такие гигантские блоки? Что ж, когда дело доходит до вопроса о предназначении, эксперты единодушны. Принято считать, что каменные колоссы предназначались для храмового комплекса в Баальбике. Неудивительно, ведь этот комплекс в любом случае известен своим внушающим благоговение гигантизмом. Там находятся одни из самых больших римских построек на Ближнем Востоке. Просто взгляни на почти нелепо огромные камни, которые образуют фундамент храма Юпитера. На соответствующих фотографиях люди на переднем плане выглядят почти как крошечные муравьи. Очевидно, что римляне были способны перемещать грузы такого размера. Но о транспортировке упомянутых выше мегалитов специалисты могут лишь строить догадки. И это несмотря на то, что на самом деле существует исторический источник, который позволяет глубоко проникнуть в секреты римской архитектуры. Римский военный техник и инженер Марк Витруви завещал потомкам коллективный труд «The Architecture Libri Decem». Будучи единственным сохранившимся произведением архитектурной теории античности, десять книг об архитектуре раскрывают предысторию храмов, домов и городов. В то же время нам известно и несколько современных изображений, которые показывают, как римляне использовали конструкции из лебедок, подъемников и кранов для реализации своих амбициозных строительных проектов. В случае с особенно большими блоками, как гласит теория, они могли использовать несколько кранов одновременно. Однако в качестве средства передвижения историки указывают на катки или сани. Но разве они не сломались бы под тяжестью камня беременной женщины или не утонули бы в песчаном грунте. Ну, это не так уж и надуманно. Несмотря на это, эксперты подчеркивают, что даже сотни лет назад было вполне возможно перевозить чрезвычайно большие камни на большие расстояния. Без использования утраченных технологий или внеземных приспособлений, заметь. В этой связи часто приводят в пример обелиск на площади Святого Петра, который был перенесен на новое место в 1586 году с помощью 900 рабочих, 150 лошадей и 47 лебедок. Однако, сейчас, пожалуй, стоит отметить, что розовый гранитный монолит всего лишь весит 320 тонн, и, следовательно, почти на 700 тонн легче камня беременной женщины. Что ж, возможно, именно по этой причине каменные колоссы до сих пор дремлют в Баальбекской каменоломне и не украшают собой подавляющий монументальный храм. Римлянам пришлось признаться самим себе, что они перестарались и оставили незавершенные дела. Свидетельствует ли здание древности о невероятной правде? Теперь есть, но чуть более альтернативный лагерь, от которого не так легко отмахнуться таким ответом. Идея о том, что римляне резко просчитались со своим строительным проектом, просто не кажется правдоподобной. Идея о том, что наших древних предков регулярно посещали инопланетяне, была бы чуть более правдоподобной. Там, где теория о пандусах и огромной мускульной силе уже отжили свой век, в игру вступают внеземные существа, которым жители Земли поклонялись как сверхъестественным божествам. Взамен экзотические гости открыли людям передовые технологии, благодаря которым и стало возможным создание монументальных зданий. Но что это были за технологии? Ну, даже в альтернативной сцене это не совсем ясно. Но в итоге общее мнение таково, что они функционировали совсем не так, как наши современные машины. Иногда говорят об имплозии и силе звука. Например, традиция о том, что египетские жрецы пели во время строительства пирамид, интерпретируется так, что блоки, которые весили тонны, перемещались с помощью акустики. Но сколько правды в этих необычных теориях? Не могли ли гигантские грузы перемещаться и работать таким образом, чтобы не пошатнуть наш общепринятый взгляд на историю? Что ж, чтобы разобраться в этом вопросе, команда исследователей решила без лишних слов подвергнуть дело практической проверке. Несколько лет назад в Массачусетсе участники поставили перед собой задачу поднять гранитный обелиск, который скульптор Рик Браун сделал специально для этой цели. В деталях исследователи использовали конструкцию из пандуса и песка. И пока песок постепенно удалялся, обелиск медленно опускался в предназначенное ему положение. И вот, пожалуйста, этот простой, но умный метод оказался чрезвычайно эффективным. В итоге мужчинам и женщинам также удалось преодолеть окончательный наклон в 15 градусов с помощью чистой мускульной силы и полностью поднять обелиск. Однако другой современный эксперимент показывает, что римлянам и египтянам по крайней мере требовалось много терпения, чтобы маневрировать своими негабаритными компонентами из пункта А в пункт Б. В 2012 году Музей искусств округа Лос-Анджелес создал инсталляцию под названием «Левитирующая масса». Хотя свободно плавающая масса весит немалые 340 тонн, первой задачей было доставить валун высотой 6,55 метра из карьера Джурупа-Велли за 170 километров в Лос-Анджелес. А чтобы это осуществить, вокруг каменного монстра пришлось построить специально сконструированный грузовик. И вот в чём дело. Автомобиль был 80 метров в длину, 9,75 метров в ширину и имел 196 колёс. Во время транспортировки XXL грузовик полз по дороге со скоростью 6 километров в час. В общей сложности на переброску ушло 11 ночных переездов и 10 миллионов долларов. Пресса описывала эту операцию как крупнейшую в своём роде со времён строительства египетских пирамид. Однако древние египтяне, наверное, были бы счастливы, если бы им пришлось всего лишь преодолеть 170 километров моста. Некоторые из блоков, украшающих плато Гизы, привезены из каменоломни, расположенной в 800 километрах от него. А твой путь к кнопке подписки стал намного короче. Присоединяйся к нашему сообществу прямо сейчас и больше никогда не пропускай ни одного нашего захватывающего видео. Субтитры создавал DimaTorzok